Добрый вечер, наши дорогие зрители, в эфире «Общественный интерес». Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас тема называется «Очень просто, но при этом очень тревожно. Подростковая агрессия в школах». Да, подростковый период он сам по себе, непростой. Проблемный такой. Да, перестройка... Это говорят родители подростков. Перестройка организма полная, конечно же, которая может вести к какой-то неконтролируемой агрессии, которые даже могут перерасти, наверное, в правонарушения. Как научно обычно говорят, такое девиантного поведения, эпизод, который произошел неделю или двумя ранее. В какой школе Дербенте? 19-й. Это школа города Дербента, где, как это говорят на уличном сленге, толпой забили одни школьники другого. Вот это групповое избиение детьми своего, условно говоря, одноклассника, одношкольника, это, к сожалению, не является чем-то экс-ординарным, каким-то новым для нас. Увы, мы периодически, в том числе на этой площадке, упоминаем те или иные эпизоды буллинга и прямой агрессии и насилия среди подростков в школах и других учебных заведениях. Да, и кто бы как бы не говорил, что всегда это было, всегда это будет, тем не менее, мы будем об этом говорить. Мы будем говорить о причинах этой агрессии, ну и, конечно же, что с этим делать. Еще моя любимая фраза всегда, практически всегда у любой проблемы есть фамилия, имя, отчество, да. С одной стороны, мы на стороне психологов в школе, а с другой стороны, в каком-то смысле, и на этой площадке сегодня в том числе, предстоит отстоять свой статус и жизнеспособность такой институции в принципе, потому что, ну, существует общее мнение, что не справляются детские психологи в школах. Ну что ж, начнем. Так что, вам, естественно, интересно. Подростковая агрессия в школах. Поехали. У нас в студии начальник отдела по воспитательной работе Миноборнауки Республики Зарина Динамудиновна. Добрый вечер. Скажите, какая работа проводится непосредственно Министерством образования в этом направлении? Добрый вечер. Что мне хочется сказать. У нас психолого-педагогическая служба, конечно, вообще в образовательных организациях, она желает быть лучше. В 1404 школах республики, я хочу, чтобы вы заметили эти цифры, потому что в 1404 школы работают 1114 педагогов-психологов. При этом обучающихся в школах более 470 тысяч детей. Ежегодно в Республике Дагестан заканчивают свое высшее учебное заведение по специальности психологии 190 выпускников. Так. В Министерстве образования проводился мониторинг. Куда же уходят дальше работать данные выпускники по специальности психологии? Получается так, что чаще всего ребята уходят в частный бизнес. На должность педагога-психолога не всегда соглашаются идти и работать, потому что данная специальность, она очень всесторонняя, ее надо обхватить. Иногда говорим мы даже сами, что объять необъятные, согласитесь? В помощь, чтобы хоть как-то разбавить процесс воспитания, мы ввели должности советников-директоров по воспитательной работе. Так. И взаимодействие с детскими общественными объединениями. Так. В 478 школах имеется такая должность и работают 485 советников по воспитанию. Я хочу, чтобы обратили внимание на то, что там, где у нас появились советники-директоров по воспитательной работе, сократилось на 15% число правонарушений среди несовершеннолетних. А, Физу Илья Шипмагович, правильно я понимаю, что плюс-минус вот должность, о которой говорили, это та самая, которая у вас. Да. Да? Что входит в ваши обязанности? Ну, обязанности советника на сегодняшний день, скажем так, мы помощники в заму по воспитательной работе тоже, да. Ну, я бы не сказал даже помощника, мы одну и ту же работу выполняем. Поэтому здесь обязанность – это побольше быть ближе к детям, с ним побольше пообщаться, провести с ними время. И время – это провести не просто так, там, разговоры и так далее, да, а время провести более так полезно, увлекательно, что детям сегодня было интересно. Потому что сегодня мы сталкиваемся с таким, ну, ситуацией, скажем так, что только вот в последнее время я замечаю, да, дети часто начали использовать, нам уже скучно. Хорошо. Вот такое-то вот в последнее время, ну, то, что я провожу, да, анализ такой, но с ними, когда работаешь, уже что-то, совместная работа, им важно, чтобы кто-то из старших вместе с ними работал на их уровне. То есть вы какой-то здоровый климат пытаетесь в этом коллективе школьном создать. И в том числе, я как понимаю, вы должны, если вы видите какие-то задатки, да, вот этого буллинга, как-то распознавать, предотвращать. Ну, это, как сказать, ну, все-таки мы педагоги же все, но это уже среди, когда детей ты находишься все время, это уже сразу выявляется, да, детей часто там кто-то, если кто-то кого-то обижает, этот человек сразу замкнутый будет. Он всегда распознает вот эту нездоровую обстановку в классе? Всегда может распознать? Ну, знаете как, я бы сказал бы на 90, где-то 5 процентов, да. Ну, да, извините, что перебью, Эльмир, я тебе могу сказать, по, собственно, по своим воспоминаниям школьным, как бы, да, я не знаю, как сейчас дело обстоит, но на моей памяти за все 10 лет я не видел какой-то прозорливости или особой прорицательности, скорее были какие-то догадки у педагога или классного руководителя, как правило, да, на ком, собственно, и лежит, на его плечах и лежит, собственно, вот эта вся история по воспитательной работе, локально по его классу. Частенько мы сами вводили в заблуждение, как школьники своих учителей, потому что, ну, извините, это такое негласное правило. У нас свой мир, у вас свой мир, да, вот там. Эти уставы не нарушаются, поэтому в этом смысле, конечно, я бы так не обнадеживал себя, я полагаю, что мало чего, мало что изменилось с тех пор и сегодня, я полагаю, мы тоже находимся в некотором разделенном мире. Я не верю в ту прозрачность. Тем не менее, мы сейчас слышали мнение педагога. Ну, я склонен сомневаться в этом утверждении, не потому что, нет, вы, наверное, верите в то, что вы говорите, а очень многие телезрители, как и я, мы сомневаемся в том, что это по факту в реальности так и есть. Давайте немножко по цифрам, если позволишь, Людмила. Да. Значит, смотрите, вот насчет, Зарина Динамов-Динамовна, вы сказали, 1404 школы, правильно? У нас 1104 психолога, то есть у нас как минимум, не как минимум, а ровно 300 школ у нас работают без психолога, правильно? Вакантные должности имеются. Вакантные, ну, разумеется, она вакантная. Не хватает специалистов. И у нас 470 тысяч детей, у меня с математикой проблемы, поэтому я взял специальный калькулятор и посчитал, это в итоге в Дагестане приходится на одного школьного психолога 425 школьников, это даже если по одному школьнику интервьюировать каждый день, года не хватит. Понятно, что психологи не справлялись, потому и была введена, я так понимаю, новая должность. И еще один момент, вот на 15% сократились правонарушения в тех школах, где введена эта должность, я, прошу прощения, точно не расслышал, советника по воспитательному. Да, заместитель. Заместитель. Нет, можно я скажу? А я по замерам. Как это замерялось? Что это? 15% сократились правонарушения. Может быть, кто-то там отписками занимается на местах, галочки ставят в каких-то документах. Как это по факту можно проверить? Можно, да. Да, вот все. Вы знаете, да, вот здесь прозвучал такой вопрос, как мы можем вовремя увидеть девиацию у ребенка, правильно же? Понимая, что не всегда классный руководитель или педагог может обратить внимание на ребенка, склонный к девиации, в Министерстве самообразования во всех школах проводят социально-психологическое тестирование. Социально-психологическое тестирование – это вот сейчас на данный момент у нас единственный метод. А кто его проводит? Прямо единственный метод? Да, по выявлению, да, сейчас то, что мы имеем один из методов социально-психологического тестирования, это мы именно направлены на то, что вовремя выявить девиацию у ребенка. Кто его проводит на вопрос? Проводит чаще всего психолого-педагогическая служба. В социально-психологическом тестировании участвуют дети-подростки от 13 до 18 лет. И вот когда мы имеем этот метод, это идет в помощь нашей службе психологической. Именно вот согласно тем результатам, когда они имеют на руках, они могут увидеть, что вовремя распознать в ребенке девиацию. Да, скажите, Зарина Демотина, а вот в 19-й школе Дербента там давно проводилось? Честно говоря, в 19-й школе, когда мы увидели, мы хотим сказать о том, что Министерство образования, так же, как и вы, все увидели это все в социальных сетях. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что школа, она умалчивает. Когда мы данный инцидент выявили в социальных сетях, мы тоже сразу же среагировали, посмотрели. Ребята в тот момент, когда это произошло, еще не были охвачены социально-психологическим тестированием, потому что оно проводится до 1 ноября во всех образовательных школах. Ну вот сейчас уже, честно сказать, может быть, это и наше упущение, что вовремя мы не провели с ними вместе. Ну, то есть, возможно, что-то и предотвратило. Да, может быть, и предотвратило, да. Эмира, как часто ты в своей жизни заполняешь какого-то рода анкеты? Ну, я уже большая девочка, подобного рода анкеты я точно не знаю. Нет, анкеты заполняю, в том числе, при регистрации на каких-то мероприятиях, на конференциях. Конечно, конечно, последнюю пару дней назад. Вот, вот, отлично. Но там же вопросы, как правило, профессионального характера, не затрагивающие твою личную жизнь, твои какие-то личные интересы, правильно? Ну. Они не касаются твоего внутреннего мира, эмоционально-психологического, да, твоего состояния. А как часто ты заполняла анкеты будучи школьником, школьницей? Я даже переначу вопрос. Насколько ты была искренней, когда ты отвечала на эти вопросы? Я вообще не помню, чтобы я в школьный год... Знаете, я вам немножко, лирическое отступление будет, как человек из рекламной индустрии, я вам расскажу один эпизод. К нам приходит один ресторатор, и он говорит, что вот мы запустили рекламную кампанию на билбордах, да, на счетах в городе, вот. Но по проверке обратной связи у нас проблема возникла. И рука кого рода. Ну, мы решили отказаться от традиционного анкетирования посетителей прямо на месте. Я говорю, почему? Ну, хостел спрашивает девушка, вот, как вы о нас узнали? И посетители затруднялись ответить, но более-менее что-то они в ответ мямлили. Извините за такой, может быть, жаргонизм. Как вы думаете, в лидерах какой ответ оказался у этих посетителей? Где-то процентов 70-80 ответили, что видели рекламу этого заведения на телевидении. На что мне рестораторы отвечают? Мы на телевидении не давали рекламу. Понимаете, я к тому, что если вы... Я когда услышал, что это единственный метод, да, проверки и предупреждения возможностей девиантных поступков среди подростков в школьной среде, для меня это вообще шок. То есть, получается, само по себе тестирование уже сомнительно с точки зрения верификации ответов, потому что, ну, насколько мы уверены, что у нас взрослые люди иногда утаивают, да, что-то даже в тех вещах, которых можно было бы не утаивать. Подростки — это потенциальные, извините, вы как СВР, да, службы внешней разведки, да, а они потенциальные шпионы. У вас все время идет игра в шахматы. Ну, ребят, извините, здесь педагоги, психологи. Я думаю, не для кого здесь не открываю, как бы, да, Америку. Поэтому вы хотите сказать, что результаты этого тестирования действительно являются предметом помощи? Нет, я хочу сказать, что это метод по выявлению. Один из методов? Нет, я хочу на данный момент, который мы используем во всех школах, он единственный. Это единственный. Ты знаешь другие методы, вот хочу тебя спросить. Легко. Давай. Любой психолог подтвердит, что большая часть проблем в этот период у подростков связаны именно с обстановкой дома. Либо неполные семьи, либо какая-то асоциальная обстановка внутри отношений между родителями. Практически все, кто находится в школах учащиеся, по ним существует подробное, как говорится, сведение, место жительства, состава семьи и так далее, и так далее. То есть проблему решать, наверное, надо не тогда, когда уже ребеночек показывает, проявляет каким-то образом странное поведение среди сверстников, да, а скорее предупреждать, когда мы приглашаем на родительское собрание, там, их маму или папу, да, и мы видим, что-то нездоровое происходит в семье по тому, как себя ведет этот родитель на собрании. Ну, это как один из вариантов. Вы говорите, предложите версию, я предложил. Давай послушаем у нас в студии директора 58-й школы, Шамиль Гадбулаевич, добрый вечер. А как вы считаете, все-таки больше дети проявляют агрессию те, у которых проблемы дома, или все-таки здесь... Или не только если дома проблемы идут, да? Да, это другая история. Конечно, это не критерий. Мы прекрасно знаем случаи не только девиантного, но и преступного поведения выходцев из благополучных семей и так далее, и так далее. Это не критерий, да. Говоря об этой проблеме, разрешите мне предложить взглянуть на нее более фундаментально, нежели суживать вопрос до уровня какой-то категории специалистов, психологов, будь то, или даже учреждения, школы там и так далее. Вообще проблема всех форм девиантного поведения – это переизбыток свободного времени у детей. Это не только мои слова, это по оценкам социально-политического мониторинга АТК РД. Переизбыток этого свободного времени, он связан с отсутствием достаточного количества учреждений доп. образования в шаговой доступности, бесплатных, в том числе с малообеспеченных семей, чтобы могли посещать и так далее, и так далее. То есть направление, по которым ребенок творчески мог себя развивать, занять себя и проходить уровень становления и вочеловечивания, скажем так. Переизбы – это свободное время, как правило, они проводят в соцсетях, где, в принципе, и формируются определенные стереотипы поведения, они увлекаются, начиная от идеологии экстремизма, терроризма, и в том числе форм буллинга, форм агрессивного поведения, которыми наполнен ТикТок и другие соцсети. Беда в том, что школа сегодня перестала быть центром притяжения детей и той творческой, увлекательной площадкой и атмосферой, которая занимает детей, и мы забыли, что обучение начинается с увлечения. И не зря, и тому ряд причин. Ряд причин – перегруженный школ, и отсутствие достаточной инфраструктуры, и инвентаря специалистов и так далее. Хотя в то же время есть понятие, человек формирует среду, и среда формирует человека. И если… это вот только в мультике у нас Маугли, да, он такой прекрасно сложенный, говорящий на человеческом языке. Реальные примеры детей Маугли показывают, что недостаточно родиться человеком, человеком нужно стать. Социализация. Социализация. И если сегодня школа предлагает ребенку только сумму знаний и вербальное обучение, не увлекая его вот такими вот направлениями, то это свободное время занимается соцсетями, откуда они все и черпают. И это не говорит о том, что ребенок плохой и хороший, просто то, что он запечатлевает, то он и транслирует. Завершу, как говорил Карл Маркс. Если характер человека создается обстоятельствами, так значит обстоятельства нужно сделать человечными. Мы, например, в нашей школе, если говорим о противодействии всем формам девятного поведения и проводим мероприятия соответствующего характера, то у нас на этих мероприятиях абсолютно исключено слово агрессия, буллинг, терроризм, экстремизм. Мы говорим об альтернативах. У нас есть школа безопасности, например, вот сидит Ибрагим, парень, вчера свернувшийся с четырехдневного полевого лагеря, где он занял ряд призовых мест по спортивному туризму. И в командной работе, выживая в сложнейших условиях, когда ты наглядно убеждаешься в том, как важно чувство плеча, увлекаясь спасательным делом, туризмом, ты вырабатываешь в себе чувство сострадания, чувство товарищества, тебе никогда в голову не придет на кого-то агрессировать. У нас есть творческая студия народных промыслов и культуры Дагестана, где мы возрождаем традиции куначества и увлекаем детей, значит, нашими народными прикладными направлениями. У нас есть танцы, у нас есть, значит, физкультурное направление, у нас есть ансамбль. И поэтому, чем больше ребенок занят, тем больше, тем меньше у него времени думать о чем-либо плохом. И последнее, мы стараемся вовлекать в жизнь школы в рамках внеурочной деятельности как можно людей со стороны. Потому что конфликт ученика и педагога, он все равно присутствует, когда между ними уроки и домашние задания. И чем больше свежих лиц, интересных лиц мы вовлекаем в школьный процесс, тем больше у нас школа становится центром такого развития и притяжения детей. То есть, вот такая наша работа в данном направлении. Шея Григорьевич, два вопроса будет, постараюсь коротко. Вы сказали, что школа перестала быть центром притяжения для детей. Перестала. А когда она была? Она была. Просто мне интересно, мне сколько? 43 сейчас, да? Или 42? Я все время забываю. Тебе 42, Магомед. Да, да, да. Я в свою школьную пору не помню, что она была притяжением. Причем я как бы имею в виду не только... Для меня школа была притяжением. Мне, к счастью, удалось захватить советскую систему образования. Я буду постарше вас. Я хочу сказать следующее. Как раз в постперестроечный период, когда мы перешли на вербальную систему обучения, когда у нас из госстандарта знаний вышло понятие творчества, когда у нас уровень образованности ребенка стал мериться суммой знаний, а любой компьютер, это большая сумма знаний и отличительное характерное число ребенка, человека... Такое энциклопедическое наполнение мозга. Да, да. Это творческий полет, это творчество, и творчество изгнанное стало из школы, и мало того, еще раз говорю, ряд факторов. Мы немножко в сторону ушли. Я задал вопрос, когда она была местом притяжения, вы ответили, в советский период, в первую очередь. Да, когда была школа наполнена творческими направлениями. Последний вопрос, вы на него можете просто ответить, да или нет, скорее всего, вы ответите на него, да, и я предлагаю эту дискуссию, если у меня есть интерес, уважаемые особенно психологи, вы можете уже как бы, мне как ведущему не положено в принципе спорить, у меня просто напрашивается. Вы действительно считаете, что одной из ключевых проблем возникновения девиантного поведения, что у детей слишком много свободного времени, их надо максимально загрузить в нешкольное, в том числе образование. У некоторых детей 100%, мне кажется, таких склонных. Да? Я хочу сказать, да, и не только чем, важно еще чем загрузить. Воспитывает, да, воспитывает дитя, как говорил Константин Дмитриевич Сухомлинский, каждая секунда его жизни, все, что его окружает, и каждый человек, с которым он соприкасается, да. Но мы свернули всю нашу воспитательную работу, собрать детей в зале, погрозить но-но-но, и мы все сфокусированы на том, чего делать нельзя. Патемат Магомедовна, клинический психолог, кандидат педагогических наук. Ну, давайте, наверное, с АЗОК, да, все-таки причины этой агрессии, в принципе, мы все их знаем, но тем не менее, да. Ну, давайте с понятия. Начнем, что такое буллинг. Буллинг – это агрессивное отношение одного, либо нескольких участников, воздействие на одного. То есть тут ключевой момент. То есть многие считают, что буллинг – это обязательно группа. Нет, не обязательно группа. Это агрессивное давление, либо вербальное, либо физическое, либо психологическое на конкретного человека. Да. И буллинг нельзя путать ни с какими насмешками или там ссорами, какими-то вот, может быть, там, я не знаю, там, шуточками. Нет. Буллинг – это три признака. Первый – это систематичность. То есть признак буллинга – это систематичное проявление агрессивного отношения к этому лицу. Второе – это неравные силы. Смотрите, это очень важно, потому что если человек, то есть если мы говорим, что два примерно равноценно сложенных человека, если мы говорим, что буллинг один на один, то, ну, а если мы говорим о толпе, о группе людей, тут, конечно, речи нет о каком-то равенстве. То есть неравные силы – это второй признак буллинга. И третий признак буллинга – это сменяющиеся формы давления. То есть то физическое, то психологическое, то вербальное, то издевки, то насмешки, то есть все что угодно. И что я хочу сказать? Я услышала своих коллег, ну, если мы говорим о педагогах, мне очень было интересно директора школы послушать. Все отчасти правы, но я хочу сказать, что личность ребенка – это всегда личность. И насколько проявлена эта личность, зависит от родителей. То есть я соглашусь с вами, что обстановка дома очень важна. И чем меньше ребенок, тем наше родительское участие в его жизни должно быть больше. Это я объясняю на своих консультациях. То есть очень часто я сталкиваюсь с тем, что приходят именно с темой буллинга. Не только приходят жертвы, приходят и сами агрессоры. То есть они, конечно же, не совсем хорошо себя дают отчет в этом, но когда мы уже с ребенком работаем, проводим занятия коррекционные, он говорит, я не знаю, что со мной происходит. Меня вот прям заносит. Спасибо, Маргарина. Как психологи должны сейчас точно поставить точки над «д», что агрессор, он сам, в первую очередь, жертва. Естественно. Агрессировать человек не может, если он не стал ранее жертвой. Да. А уже с его жертвой стал. Все правильно говорите, согласна. И здесь очень важный такой момент есть, что ребенок очень часто, вы сейчас удивитесь, но ребенок очень часто не понимает, что он жертва буллинга. Дети очень часто, они верят всему, они очень легковерны. И они, я уверяю вас, они считают, что все правильно, все справедливо. Я ведь такой. Я слабенький. Я такой, да. То есть, если мы с вами, взрослые, понимаем, что я могу не всем нравиться, мои слова могут не всем нравиться, мой тембр голоса может не всем нравиться, моя внешность, то есть мои планы, мои мысли, мои мировоззрения могут не нравиться людям. Но это я. Это я, это я есть у себя один такой. Ну, я просто уже не, как сказать, не 10-летний ребенок, не 12-летний ребенок. То есть, во мне как-то более-менее все как-то вот, ну, осело. То есть, я сформировавшийся человек. Я прошел эти кризисы возрастные, но ребенок не проходит. Мы сейчас говорим в основном про подростковую агрессию, но я вам хочу сказать, что буллинг, он не начинается вдруг, как гром среди ясного неба. Нет. Буллинг, он идет гораздо раньше. Есть дети, которые, вот видно сразу, что они возможны жертвой буллинга. Это бывает видно. И буллинг не, ну, как вам сказать, это миф, что буллинг только в подростковой среде. Нет. Буллинг начинается вот прям с первого класса. Видимо, он просто проявляет наиболее себе ярко подростковую. Просто там все тише, спокойнее, и влияние педагога, оно больше. Да. А с возрастом, к сожалению, я, вот ко мне приходит очень много деток, подростков. Я спрашиваю, сколько у вас детей в школе, в классе? Они говорят, 45, 48. Я диву даюсь. Ну, как? Когда 48 человек? Если я куратор, ну, как называется, классный руководитель. Куратор это уже в вузах, я преподавала в вузе долгое время. В общем, если я классный руководитель, я веду там один предмет, а может и не веду предмет. Да. И эти дети практически, они же перемещаются от, ну, с какого-то специального предмета, да, ну, с предметом на предмет. И, естественно, эти дети, они упущены. Что там происходит? Ну, и учителя завалены всякими этими программами, компьютерами. То есть тут, вот, вы знаете, вот очень сложно как бы судить, но я хочу сказать, что дети представлены сами себе. Предоставлены сами себе в основном. В этих школах мне бывает безумно их жаль. То есть я многое работаю с родителями. Потому что это вот уже отдельная такая тема для разговоров, что родители, то есть они либо гиперопекают своих детей. Да. Тем самым выращивают у них синдром выученной беспомощности, либо они работают, зарабатывают деньги. Им не до детей. То есть детям не хватает внимания, получается? Это, это однозначно. Это вот больше 50% того, с чем я имею дело. И вот я сейчас хочу сказать немножко, не то чтобы защиту вас, но вот немножко такой комментарий, что социально-психологические тестирования, оно есть. Их, конечно, очень много разных. Не знаю, какой именно используется здесь. Но хочу сказать, что в любом тесте, если он верифицированный, если он доказанный научно, ну такой вот выверенный, то там всегда есть шкала лжи. Всегда бывает видно, мухлевал ли человек. То есть там по-разному задаются вопросы. Не сильно люблю эти тесты, если честно, потому что тесты они не все... Ну, просто хотела сказать, такую пометочку хотела дать, что при желании, если аккуратно его провести, но я не думаю, что так сильно это делается. В школе я не работала, я работала в ВУЗе. И на данный момент являюсь практикующим психологом. И действительно, эти проблемы, они есть. Я очень благодарна, что эту тему завели сегодня. И поэтому я не игнорировала приглашение и пришла. Спасибо, Владимир Владимирович. Смотрите, сразу уточню, это ток-шоу, это нормально. Эльмира максимально меня выставляет антагонистом, как бы, да, ее позиции. Я пытаюсь от нее защищаться. Но на самом деле, она-то знает, что, как бы, я не такой провоката, как бы, да, и жуткий, как бы, нигилист. Я бы хотел уточнить для, собственно, вашего внимания и для наших телезрителей. Я же не отрицаю необходимость и вообще какую-либо пользу этого тестирования. Я лишь подверг сомнению, что как единственный способ выявления, да, и предупреждения, это ой, плачевно. Давайте тогда перечислять, да, вот у нас названы, допустим, вами названы тестирования, да, мною предложено, да, кто я такой, чтобы, как бы, действительно, обозначать как совет. Ну, окей, давайте тоже рассмотрим вариант превентивного, как бы, да, превентивной работы с родителями. То есть выявление там очагов. Опять же, могу с этим соглашаться или нет, но это утверждение поддерживают очень многие, в том числе и здесь присутствующие родители, которые нас смотрят. Это метод максимальной загрузки и занятости ребенка, его внешкольным развитием и образованием. Вы, как психолог, что можете из этого дополнить, добавить четвертый пункт, или, может быть, какой-то из этих трех пунктов вас смущает, или вы как-то скорректировали бы их, или полностью какой-то убрали? Так, ну, смотрите, если мы исходим из того, что по Мясищеву личность, человек – это личность. Есть человек – личность. Он должен обладать первое, как минимум, иметь самоценность. То есть с детства же ребенок должен чувствовать, что я имею такие-то, такие-то, такие-то сильные стороны. Ну, в чем-то я, может быть, там не шахматист, но я там что-то. То есть проблема в этом. То есть и то, что вот предлагаю... Потому что ребенок должен знать, что его любят. Он должен знать, что он любит. Да, это несомненно. Но ребенок должен понимать, что он успешен. Родители должны с детства, а когда начинать? Я говорю, с рождения начинать. Начинайте формировать площадку успеха у своих детей. Давайте я зарезюмирую. Значит, четвертый пункт, который вы добавляете – это создать культ успеха внутри семьи для каждого ребенка. Мне не нравится слово «культ», мне нравится, чтобы человек... Хорошо, будет уголок, который будет наполнен его какими-то призами, дипломами, фотографиями, где он в моменте его максимального достижения в той сфере, которая ему нравится. Вот это является важным элементом семейной жизни. Это ему дает ощущение своей самоценности. Я не люблю слово «самооценка». Мы культивируем его интересы, его достижения. Я не уязвима буду, я не буду так сильно уязвима, если я понимаю, что я в чем-то, в чем-то хороша. То есть, ну, никто меня там... Ну, абсолютно... Я правильно зарезюмировал? Да, да, у меня есть яркий пример. Это мой старший сын, который абсолютно не уязвим, у него есть цель, он идет, это по спортивной своей карьере. Где в вашем доме стоят его кубки? Есть. На видном месте, правильно? Уголок успеха, на самом видном месте он появится. Все гости, приходя, они видят, и Эльмира Шамилина подводят и говорят, это мой старший сын. И гордо молчит, а остальные все с завистью рассматривают и прочитывают, на каких соревнованиях он взял первый, второй или какое-то место. И, кстати, я хочу сказать, что этот ребенок не берет в руки гаджеты, не играет в игры, то есть у него другие интересы. Он не хуже и не лучше других, это просто его интересы. Абсолютно нет, он просто другой, да. Ну и он, конечно же, не успевает в школе. Тут есть другая сторона. Каждому свое. Эльмира. Да, я перед как раз-таки приходом сюда встретила, выходя из здания, Сажид Сажидова, министра спорта республики. Вот, и мы что-то разговаривали как раз-таки на эту тему. И Сажидовидение, конечно же, такое, что обязательно в этой истории участвует, должен участвовать, в том числе и тренер. То есть априори ребенок обязательно, ну, Сажид это спортсмен, понятно, именитый. И, конечно же, он считает, что ребенок, мальчик, да, который вот как раз-таки у нас агрессивная среда, это мальчиковая среда, да, он должен иметь выход этой энергии, это спортивные секции. Ну и плюс еще, тренер у мальчика пользуется неимоверным уважением, авторитетом, да, и если не дай бог, да, там, тут родитель, учитель, тренер, да, вот эта тройка, она должна быть как связка. И если тренер узнает о каких-то вот выходках в школе агрессивных, то есть это, если будет коллективное осуждение в его спортивной среде, то это на него влияет куда больше. Знаешь, Эльмир, заочный диалог как бы неправильно вести, да, но будь здесь вот в одном из кресел Сажид Халил Рахманович, я бы ему ответил, что тут тоже все по-разному. Допустим, я, условно говоря, вот если клише будем выбирать, я был таким в школе ботаном, и получается для меня, например, да, мой тренер по дзюдо, он всегда, он меня вызывал всегда вопросы. Вот, например, мой, 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 мой учитель, нет, мой учитель, допустим, по литературе и русскому языку, как бы, да, это, ну, русский язык, окей, литература, да, мой любимый предмет был. Ну, вопросов было меньше, вопросы были скорее по предмету, а вопросы у меня к тренеру были именно такого статусного характера, и что я, типа, вот потому что ты так сказал, я должен это делать, да, но дети разные. Магомед, Магомед, не-не-не-не-не, давай так, я выросла в семье спортсменов, я знаю, что значит тренер для мальчика, да, это для тебя там, а что ты там сказал? Магомед, такой один процент, поверь мне, тренер для мальчика, это в 99 случаях процентов авторитет, поэтому тут, как бы, здесь вопросов нет. Тренер сказал, не шали в школе. Ну, тренеры тоже два разных. Рабиат Султановна спасательные, они на меня толпой напились, они меня абьюзат и буллят. Буллинг Магайда Марова в студии. Здравствуйте. Ваше мнение? На самом деле я поддержу, потому что ко мне очень, я практикующий психолог, долгое время работала в лицее номер 9 и работаю до сих пор. На самом деле ко мне проходят подростки, которые подвергались буллингу, творческие ребята, их очень большой процент. Это те мальчики, которых, точнее, родители пытались направить в спорт, но им категорически он не нравился. Вот просто никак. Предлагали разные... Не, мне потом понравилось, но вначале мне заставили, да. Родители выявили, что ребенка буллят. Как эти дети попали к вам? Они с самых основ, с самого первого класса подвергались буллингу со стороны одноклассников, их переводили со школы в школу, это все повторялось. И я, естественно, разговаривала с мамой, но хочу сказать, что все, конечно же, начинается с семьи, всегда. Учителя, есть ли родители, адекватные люди, вот как сказал ведущий, что в первую очередь нужно смотреть на родителей. И как в школах это происходит на самом деле? Учителя собирают родителей и выявляют. Вот учителя, которые очень долго работали в школах, такие классные педагоги, они на самом деле могут это в легкую выявить, собирают родителей и потом проносят списки всех, кого они выявили, психологу. А психолог же проводит, лично вызывает каждого ученика, проводит тестирование, и это все в папке хранится. Если нужно, мы вызываем родителей. Классно, все-таки такая работа проводится. Конечно, индивидуально профилактическая работа. Да, вызываем мы родителей, разговариваем, но там часто бывают очень запущенные случаи в силу запущенности самих родителей. И зачастую помочь удается редко. Смотрите, я сейчас какую-то сказочную историю предложу, но я пользуюсь положением, потому что у меня моя коллега, она советник, председатель Народного собрания, и можем немножко поиграть в законотворчество. Если бы, допустим, было законом установлено право ваше, как психолога, рекомендовать принудительное посещение тех или иных родителей психологов, как вы думаете, это помогло бы ребенку? Я думаю, что да. Потому что многие родители... Я просто это не с потолка взял, это есть определенная, так или иначе, практикуемая норма, но в западных странах там очень строго к этому относятся, там в первую очередь смотрят на родителей. А вы как считаете? Я считаю, что нет. Не поможет. Не поможет. Ну, там помогает. Люди-то везде одинаковые, в принципе. Но специфика-то у нас своя. Какая специфика? У Дагестана, правда же? У нас же свой менталитет. Человек, когда захотел, сам пришел, заплатил психологу. Вот это рабочая схема. А, ну то есть принудительного... Да, бесплатно это не работает. Магомед предлагает принудительное посещение. Это выглядит... Родителей. Родителей. Это выглядит не как психологу, а как психиатру, да? То есть это уже тот вариант, когда... Глядя на наших родителей, Арбета, мне такое ощущение, что психиатрия тут в первую очередь нужна, да. Что касается, что влияет на формирование подростка, ну, мы знаем, что в первую очередь это воспитание. Как здесь верно сказал директор, из образовательного процесса в какой-то период времени вот это воспитание было выдернуто и оставили только образование, только передачу знаний от учителя к ученику. И в результате получилось так, что целое поколение, целый пласт детей, они как-то выпали из воспитательного процесса. То, что мы получали в советское время, да, то есть это было нераздельно связано. То есть есть такое понятие, что образование без воспитания не существует. А здесь попытались внедрить это все, что только образование, только ЕГЭ, только сдача вот этих вопрос-ответ и так далее. Что дальше, что формирует ребенка? Конечно же, семья, как здесь тоже правильно все отметили, на мой взгляд. Но опять-таки, как психолог тоже сказал, в семье тоже иногда бывает так, что родители заняты зарабатыванием денег, там как-то дети сами предоставлены себе и так далее. Если уже семья не дала, то здесь раньше говорили улица, но сегодня эту улицу заменили соцсети. То есть у нас дети особо не любят гулять, да, они сидят в соцсетях, это заменяет своего рода вот это такое общение. В соцсетях, если мы как-то не ограничиваем, какого-то нет родительского контроля, тоже это дело может быть такое, что приведет не к хорошим результатам. Дальше на воспитание ребенка, конечно же, огромное влияние оказывает педагог, учитель. Но если мы не вернем школьному педагогу авторитет, престиж к этой профессии, то все, что будет сказано неавторитетным человеком, получается, он не будет воспринят учеником. Престиж – это повышение заработных плат. То есть не напрямую с детьми надо, а уже отсюда поступать, то есть к этому процессу, то есть повысить заработные платы, и плюс эта профессия должна быть действительно авторитетной. Здесь как раз сравнение было вот неприкасаемым авторитетом, зачастую бывают у нас тренеры, да. Я не скажу, что там прям такие великие зарплаты, но у тренера есть авторитет. Почему? Потому что с ним не поступает так, как поступает с учителем. Опять вернемся к чиновникам, которые зачастую используют… Ну, он как минимум физически сильнее тебя. Нет, но… И ребята… Там чуть другого… Да, я о других вещах говорю, что учитель должен только заниматься образовательным процессом. И все, что не касается этого процесса… Там тоже очень много чего есть. У меня супруга – педагог. Там очень много, я даже удивляюсь, когда она высыпается. То есть там и тетрадки, там и заполнение каких-то журналов, там электронные, еще сейчас что-то новое придумали. То есть все это надо комплексно решать, на мой взгляд. Да, спасибо большое. Альберт Анатольевич, вот пока микрофон передается, вон там девушка тянула руку, можешь просто кинуть мне в ответ как бы резюме из твоей реплики, да, такой долгой. И получается, первое, что мы бы добавили пятым пунктом уже к существующим нашим четырем, то, что все-таки иногда у тех или иных детишек надо максимально сканировать историю их поиска и посещения в интернете. Это первое, да. А второе, получается, да, мне неудобно всегда так говорить, повышение зарплат педагогам, вообще всем школьным учителям, как бы, да, и, разумеется, психологам. Это просто настолько очевидная вещь, что как бы… Да, извините, да, пожалуйста. Всех приветствую. Хочу сказать, в принципе, я соглашусь с тем, что здесь, о чем мы здесь говорим, а последним выступающим я тоже соглашаюсь. Я сама являюсь муниципальным координатором проекта, о чем нам говорили, сотрудник Министерства образования, навигатор детства по городу Мхачкала. Также я психолог в школе. Поддерживая речи директора, что дети в свободное время, после урока, в неучебное время заняты общественными делами. То есть советник директора по воспитанию, взаимодействию с общественными делами. Сейчас у нас есть очень хорошее общественное объединение, государственное объединение, движение первых. Это, опять-таки, возрождение тех традиций советского периода. Сейчас многие, я соглашусь, думаю, что поддерживают именно этот воспитательный подход. Это очень... То есть, что я хочу сказать этим, что советник директора по воспитанию, это друг, единомышленник. Хотела добавить пару слов по поводу принудительного посещения родителями психологов в Центре психолого-педагической и медико-социальной помощи, который я представляю, функционирует Школа приемных родителей. То есть, по факту, мы учим будущих родителей быть родителями. Мы, конечно, не можем научить их... Будущих родителей. Да, будущих родителей всем основам и азам родительства, но какие-то именно основы заложить в родителей, воспитания, педагогики, правовых каких-то дисциплин, мы эту информацию даем. И в настоящее время мы планируем к запуску проект «Школа осознанного родительства». То есть, люди, которые проходят Школу приемных родителей, они выражают мысль, что все-таки данную школу должны посещать и родители. Родители детей, биологических детей. Потому что они упускают некоторые моменты, которые вроде как наверху все. И там мы поднимаем такую позицию, что в родителе должны быть три главных критерия. Адекватность, гибкость, прогностичность. Когда вы воспитываете ребенка. Когда мы говорим про формулу успеха, просто с нуля ребенку утвердить, что ты такой успешный. То есть, нужно же понять, что... То есть, нужно адекватно оценить своего ребенка. Принимать его плюсы и минусы. Исходя из этого, рассчитывать в дальнейшую жизнь. Прогностичность. Научиться развиваться вместе со своим ребенком. Не держаться вот этой закостенелой позиции. А вот в наше время нас воспитывали так. По поводу компьютерных игр вы... Я согласна. Потому что даже мы, взрослые, иногда хотим отвлечься на эту игру в телефоне. Потому что она, да, высвобождает мозги. Играешь? Дает немножко компьютер. Хочу. Нет времени, честно. Да, к сожалению. А когда есть время, хочется на что-то отвлечься. Прогностичность. Почему нашему ребенку в настоящее время интересен там K-pop или Rammstein, или кто-то там из советских исполнителей, да? Ну и прогностичность. Зона завтрашнего дня, зона ближайшего развития. Да, спасибо. Я думаю так. Спасибо. Так, пожалуйста. Это фраза «осознанные родители». Осознанные родители. Надо куда-то вынести прям заголовок. Всех приветствую. Мне бы хотелось сказать все-таки в первую очередь насчет интернета. Вот сказали, что скроллить интернет, смотреть, следить за тем, что делает ребенок в интернете. Это как предложение и в отдельных ситуациях. Не в отдельных ситуациях. Как предложение, но у вас не получится это сделать. Даже родительский контроль в любой момент, это можно обойти. Приложение, специальная программа. Вы никогда не сможете проследить за тем, что делает ребенок, если он захочет скрыть. Да, да, да. Я согласен, что это не панацея, как и все остальные пункты. Но тут вопрос в том, что делать, чтобы он не скрывал от этого. Сформировать надежную привязанность. Мы почему-то поговорили о том, что должен учитель, что должен родитель. Ну там в школьной форме уже. Почему-то это очень поздно. Это нужно говорить не с этим, а с молоком матери это должно идти. То есть формирование надежной привязанности идет прям с первым криком ребенка. Подходить к ребенку. Не оставлять ребенка, когда он плачет. То есть слышать его, слушать, понимать, что он хочет. И, как здесь сказали, рамштайн, кей-поп, это неплохо. Но это должно быть дозировано. И если ваш ребенок увлекается этим, нужно его направлять. И тогда не будет... Да, пока немецкие и корейские языки учат. А что плохого? Нейронные связи? Нейронные связи? Я без иронии абсолютно че. Да, это новый нейронный. Ну почему для наших людей это плохо? Вот кей-поп, рамштайн, вся какая-то культура вне нашей республики уже воспринимается как что-то опасное. Ну так же, как и для моего поколения, получается, дедушек, плохо было бетломания, как социальное явление. А для поколения моих родителей это была, извините, самая счастливая юношеская часть. Поэтому родителям нужно развиваться, увлекаться тем, чем увлекается ребенок. Смотрите, пользуясь положением, можно да хоть кто-то из психологов прямо в камеру скажет, что делать все время домашние задания с детьми – это вредно для психики детей. Да вообще не надо его делать с детьми. Официально скажите. Нет, 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 подождите. А я знал, я знал. Потому что, давайте, обязанность родителя перед тем, как отправить ребенка в школу, это сформировать в первую очередь эмоциональный интеллект. Потому что это база. Обязанность учителя, педагога и прочего представителя департамента образования – это уже направить ребенка с этим фундаментом в нужное русло. И если мы будем, то есть педагоги будут на дом еще нагружать родителя, у него не останется времени на эмоциональный контакт с ребенком. Да. Потому что, почему родитель будет постоянно, ты такой, ты плохой, потому что родитель тоже нервничает. Я по себе знаю. Во-первых, родитель не профессионал. Не надо не профессионалу доверять, извините, учительскую сумму. И тут сталкиваются такие, два камня. Я, конечно, соглашусь со своими коллегами-психологами в качестве того, что на самом деле, когда у меня у самой ребенка, как бы подросток 13 лет, и я прекрасно даже сталкиваюсь, когда я прихожу домой, конечно, не бывает столько времени, чтобы сесть, с одной стороны, пообщаться со своим ребенком. Там у каждого родителя есть своя задача. Пришел домой, допустим, там, своими делами занимается. Но, конечно, нужно уделять родителям достаточно времени, хотя бы 15 минут, чтобы побеседовать со своим ребенком. Спросить, в первую очередь, не то, что ты ему заходя, спросить, что ты получил, допустим, а просто спросить, что ты сегодня нового познал и узнал. Или как вы провели сегодня время на перемене с одноклассниками? Когда он сегодня провел свое время, знать его, допустим, окружающую его среду, с кем он, допустим, даже общается. Чуть-чуть иметь хотя бы контроль. Но когда мы их начинаем нагнетать, на самом деле дети начинают это все скрывать. Поэтому лучше мы, как родители, мы должны в первую очередь дать им доверительное лицо, что мы друзья. Друзья, это мой друг, это моя подруга. Но не вот это качество родителя, которое они всегда остерегаются и боятся. Поэтому незначально они начинают это уже все у нас скрывать. Зарина Динамовичевна, вот ребенок, вернее, родитель узнал, что у ребенка проблемы с одноклассниками как-то, ну, бурят. Что делать родителям? Ну, во-первых, честно говоря, как здесь уже все психологи сказали, это обязательно должны быть доверительные отношения с родителями у ребенка. Так. Если в данный момент не выстроены доверительные отношения с ребенком, то, конечно же, честно сказать, нужно приходить уже в школу, как бы ни было, что бы ни было. Сказать об этом классному руководителю. Отношения выстроены, родитель помнит, что да, что-то не так, что делать, какая процедура. Он идет в школу к директору. Нет, мне кажется, до директора надо необходимо подойти к классному руководителю, поговорить с детьми в классе. Может быть, классный руководитель сможет помочь данному ребенку, может быть, они вместе выявят, поговорят, уже решат вместе вопрос. Если тоже не справляется родитель в данный момент, прежде чем до директора, там есть психологическая служба, психологическая служба тоже прорабатывает. Не получать, то, конечно же, честно сказать, мы рекомендуем уже привлекать и правоохранительные органы. Зелин Дина Мудиновна, вот тут я вам верну вашу же реплику по поводу ментальности дагестанской. И в каком-то смысле я справедливо тут соглашусь, потому что, вы уж извините, но я папа девочек, а вам этот вопрос задает мама мальчиков. И я думаю, не открою ни для кого как бы Америку, если скажу, что это совершенно разные выходы из ситуации. Потому что все-таки мальчик, особенно в Дагестане, должен услышать не вот это, вот мы сейчас пойдем к твоему классному руководителю, а сказать, так, ты, значит, его выводишь за угол, сначала в челюсть, потом вот так, вот так. Ну, это ожидается, понимаете? Ну, давайте честно будем назвать. Честно сказать, да, уже передача переходит в такой уровень. Послушайте, послушайте, давайте не приглаживать и не припудривать. Это то, что мы знаем все. Это то, что творится на улице. Это то, что одобряется 90% пап. Да в том числе даже если уменьшить. А давай спросим у психологов, все-таки как лучше. Я просто к тому, что это же не универсальный ответ. Нет, вы сейчас, если бы я этот вопрос задал бы, это ответ годный, конечно. Папа девочек именно так и должен делать. А вот мама мальчика... Честно сказать, я как мама девочки и как мама папы, ой, мальчика, я всегда говорю мальчику, сначала надо вопрос решать дипломатически. А потом уже, если не получается, конечно, переходим на другие методы. Так, мне кажется, вы должны что-то... Давайте резюмировать эту историю. Ну, нормально, это было так, как мы услышали. Должно быть так, как мы услышали до этого. Хорошо. Резюмируйте. Ну, я вижу же, вы хотите резюмировать. Вы мне хотите ответить, да. Физулишек, я знаю, что вы тоже обладаете колоссальным доверием у детей. У детей, правильно? Мальчик, да, в этой школе учится. Здесь, смотрите, пожалуйста, я... Каждый день начнут как бы так издалека что-то, да? Да, они там уже завершают. Да, да. Ну, я понимаю, завершаем. Мы завершим сразу. Во-первых, каждый день... Вот примерно где я работаю, да, Республиканского физико-материнского лицея, Во-первых, мы каждый день встречаем всех детей. Здороваемся и с мальчиками, и с девочками. Да, при входе. Каждый день это происходит. Но если вдруг какие-то инциденты происходят, или разногласия происходят, пусть это среди мальчиков, среди девочек, или мальчик, девочка и так далее, в первую очередь мы, опять же, говорим, да, родители вызывают и так далее, я сразу вызваю от родителей не сторонник. Почему? Потому что мы, примерно, я в большинстве случаев, как я поступаю, да, я сажаю, я все эти мальчики, мальчика вызываем, классный руководитель, или даже безклассный, на месте, мальчики, что случилось? Вот бывает, грубо говоря, как вы говорите, на улице вот так вот, пусть будет по-пацански, скажем так, да, я говорю, или девочек и так далее, посадили, поговорили, выяснили, в чем причина. Если не можете, вы говорите, да, есть ручка-бумага, напишите, пожалуйста, в чем причина. И вот, хорошо, озвучили причину, психолог нужен в данной ситуации, да, услышали и так далее. Вызываем психолога, если этого необходимости нету, между самим, большинство случаев, примерно, у меня практики, так бывает, да, когда мы уже разговариваем с детьми, мы выявляем такую информацию, да, и так далее, уже, если дойти до семьи, тоже, да, и там много чего узнаем. Но все равно, вот, у меня на практике, мы вопрос решаем все на месте. Без родителей, иногда без психолога, без социального педагога и так далее. Дети сами же говорят, когда им разъяснили, объяснили, вот сейчас скажите, вот, кто прав из вас? Просто элементарный вопрос. Они начинают осознать, ну, я же неправильно поступил. Придущий Майдович, я полностью в этом плане вас поддерживаю, потому что не то, что вмешательство родителей, даже присутствие классного руководителя или кого бы то ни было еще, кроме вас на этом треологии, так скажем, это дискредитация в том числе вашего статуса, как лица, отвечающего за вот эту связь, коммуникацию. Нет, почему в данном случае говорим классного руководителя, потому что по закону, если будем, опять же, говорить, да, по закону я обязан вызвать классного руководителя. Это обязательно, потому что... Но он же может сделать себе сам отвод? Нет. Нет, опять же, говорим, мы здесь большинство сегодня, я всегда говорю детям, их всех призываю, всегда мирным путем, любой вопрос решит, вопрос мирным. Сарин Дмитриевна, вот здесь я уже наглядно вижу, что ваши 15 процентов, они действительно, скорее всего... Да, не-не-не, я тоже согласен. Да, я тоже согласен, я просто увидел методологию, классное, никого лишних. Да. Сели, пообщались, это разговор приватный. Окей, давайте скажем, как на телевидении, что классный руководитель должен быть на этом, как бы, да, на этой встрече, но по-хорошему, я думаю, никто из вас спорить не станет, что чем меньше свидетелей и посторонних, формальных присутствующих, тем лучше будет... Хорошо. Достигнуто, как говорится, взаимопонимание. Если можно, я бы рассказали. Коротко. Вообще, в целом, проблема, которую мы затронули, она многогранная. И, соответственно, такого одного к нему ключа и подхода... Нет. Нет, да. Мы семь методов, семь методов набрали. Я бы, я внимательно послушав всех выступающих, вот хотел, для себя выделил мне такие важные фразы. Это мой коллега, уважаемый, сказал, дети говорят, нам скучно. Нет внимания со стороны родителей и со стороны педагогов. Педагоги агрессируют, и одна задача, домашнее задание, поведение в классе, родители дома то же самое. Никто с ними не говорит, никто их не слышит. Мы должны также, вы правильно сказали, что тренерское сообщество, и есть для них авторитеты и точки влияния вне школы. И так далее, и так далее. И когда я говорю, предлагаю вернуться к фундаментальным причинам, мы много можем говорить, как реагировать на случаи боулинга, как их упреждать, какие формы мониторинга производить. Я предлагаю обсудить и как бы срезюмировать, что мы должны сделать, какие мы должны условия и среду создать, для того, чтобы вообще такого понятия не существовало. И здесь как раз я возвращаюсь опять-таки к природе ребенка. Гаджеты понятны, все остальное понятно. Но душа ребенка – это чистый лист. И это… А что есть душа? Душа – это аккумулятор впечатленных образов. Чем больше ребенок переживает события, чем больше он увлечен в режиме двигательной активности, интерактивных действий, и это происходит совместно со взрослым, тем больше у него, вернее, тем меньше у него времени смотреть на все эти аспекты, которые ему предлагает интернет. И мы, давайте не забывать, что мы сегодня находимся в условиях уже, наверное, открыто объявленных ментальных войн. Против наших детей саккумулировано очень много сил и те же самые игры в телеграммах, которые появляются, и вот такие стереотипы, методы поведения – это все направлено на то, чтобы исказить их психику и мировоззрение. И уже система образования приобретает масштабы гражданской обороны. А гражданская оборона – это дело всенародное. И как мы сейчас сказали, и родители, и педагоги, и тренера, и бизнес-сообщества, и органы исполнительной власти сегодня должны объединиться вокруг школы, сделать ее точкой сборки и взять лозунг «Адаптируем школу под ребенка, а ребенка под школу». Ведь что мы получаем? Мы ребенка приводим в школу, где доска, мел, мертвечина из буки цифр, грозные учителя, актовые залы, и пальчиком погрозили дяди с грозными лицами и с названиями странами АТК, ПД, НЦП и так далее. А дети жить хотят, дети хотят переживать, дети хотят впечатляться, дети хотят увлекаться. Поэтому давайте сделаем школу пестрым одеялом для увлечения по разным направлениям, где ребенок может себя попробовать. Не получил, не нравится вам спорт, значит, вот здесь в творчестве реализуете себя. Здесь театральная группа, да, согласны с вами. И говоря, транслируя эту идею, для меня самой высокой оценкой было услышать отсюда в левое ухо от своего ученика, правильно говорите, Шемель Гагулаевич. Да, поэтому мы на этом... Красавица. Ну поаплодируйте тогда. И мы приглашаем вас в школу, где мы с советом отцов, с бизнес-сообществом, с попечительским советом преобразовали за буквально за два года школу, привлекли оборудование более чем на 10 миллионов, сделали ремонты, оснастили студии более чем на 5 миллионов. И наша школа расцвела, и даже у нас уровень знаний из-за мотивированности учащихся поднялся. И у нас нет времени о буллингах думать и об агрессии друг против друга. Да, это браво. Это браво. Мы много поговорили, действительно, все мнения практически, если соединить, действительно, должно получиться то, чтобы было светлое будущее у наших детей. И вот что я услышала, осознанное родительство, я будучи социальным педагогом, и с психологом мы тесно работали всегда, я все время повторяю, что, по-моему, работать с нашими детьми надо действительно начинать именно с родителей. И вот это осознанное родительство, мне кажется, очень важный момент, который хорошо было бы, да, чтобы поднять его на более такой уровень, чтобы именно родители, да вообще даже задумываясь о том, чтобы... Да, да, работа с родителями, поняли. Спасибо. Я, с позволения моей коллеги Эльмиры Шейховой, попробую вот эти все семь пунктов еще раз озвучить. Семь пунктов, опираясь на которые, возможно, мы сможем в будущем предотвратить подобные инциденты, которые в том числе обсуждали сегодня. Ну, в общем, назовем буллинг в школе. Это, безусловно, социально-психологическое тестирование, оно должно давать свои результаты. Обязательно обратная связь, работа с родителями, потому что иногда они сами нуждаются в консультации психологов. Внешкольное образование, насколько оно должно быть массировано... Увлечение ребенка. И, как говорится, да, по часам обременено для ребенка этот вопрос открытый. А, нет, это именно работа с репетиторами? Я имею в виду внешкольное образование творческого характера, спортивного... Увлечение. Да, да, увлечение. Можно по-разному формулировать, но культивировать все-таки чувство успеха ребенка, родителями в тех сферах, которые действительно ребенку и интересны, и он чего-то добивается. Все-таки, так или иначе, интернет-контроль, как он осуществляется, каким образом, это не панацея, но без этого, к сожалению, сегодня нельзя. Безусловно, все это не работает или работает очень плохо, если статус педагога и, в том числе, психолога в школе не только в глазах самих учеников, но и в их собственных глазах не очень-то высокий. Проблема низких зарплат. И я позволю себе как седьмой пункт добавить, что перестаньте уже делать с детьми домашние задания. Вы их таким образом еще больше травмируете, нагружаете какими-то комплексами. А как мы уже сказали с нашими психологами, согласились в том, что потенциальный или действующий агрессор, он в первую очередь уже сам жертва. Не плодите будущих агрессоров у себя дома, для школ. И обязательно стройте те самые мостики со своими детьми, чтобы их переход, скажем так, из подросткового возраста во взрослый был комфортным. Ну а мы надеемся, что мы больше к этой теме, по крайней мере, у нас не будет поводов к этой теме возвращаться. И хотя, мне кажется, мы сегодня еще говорили бы еще полтора часа на эту тему, поскольку очень много мнений, все они разные, все они интересные. Ну и что-то мне подсказывает, что все-таки мы об этом еще поговорим. Еще поговорим, хотя, Эльмир, я разделяю твой оптимизм. На самом деле мы очень часто, как я сказал в самом начале, вот на Аносе, если я ошибаюсь, мы очень часто за всеми этими нюансами забываем о самих детях. Мне кажется, мы им мало доверяем, ведь это наше будущее, и они уже, в принципе, лучше, чем мы, даже в этих вопросах. Ну, мы с вами прощаемся и увидимся ровно через неделю. Это было ток-шоу «Общественный интерес». Мы говорили о подростковой агрессии в школьной среде. До скорых встреч, не болейте. Агрессии в школьной среде.